Чтобы поговорить про энергию магнитного поля, для начала повторим основной индукционный опыт. В этой цепи к источнику параллельно подключены катушка индуктивности и неоновая лампа. Подадим на катушку напряжение 15 вольт. Лампочка не светится, потому что газовый разряд в ней загорается при 80 вольтах. А теперь разомкнем цепь, и лампочка на мгновение вспыхивает. Когда мы размыкаем цепь, в катушке наводится ЭДС самоиндукции. Время размыкания контакта ΔТ очень мало, поэтому ЭДС самоиндукции оказывается достаточной для того, чтобы зажечь разряд. Но откуда берется та энергия, за счет которой зажигается разряд в лампе? Ведь сначала мы отключаем источник питания, а вспышка происходит уже потом. Значит, энергия была запасена в магнитном поле катушки, когда она была подключена к источнику. Эту энергию можно рассчитать по формуле. Е равняется ЛИ в квадрате пополам, где Л индуктивность катушки, а И текущий через нее ток. Индуктивность нашей катушки равна 6 Генри. Ток цепи составлял 0,1 А. Значит, в катушке была запасена энергия, равная 0,03 Джоуля. И может показаться, что при размыкании цепи вся энергия магнитного поля переходит в энергию газового разряда в неоновой лампе. А теперь сделаем еще один опыт. Уберем неоновую лампу и снова пропустим ток через катушку. Когда цепь замкнута, в катушке запасена энергия. А когда цепь разомкнута, ток в катушке уже не течет. Значит, энергии в катушке уже нет. Куда же она исчезла? Разрешить этот парадокс не так-то просто, но мы знаем, как это сделать. Дело в том, что катушка обладает не только индуктивностью, но и емкостью, правда, очень маленькой. Когда мы размыкаем цепь, индуктивность и емкость образуют колебательный контур. Энергия магнитного поля катушки перекачивается в энергию электрического поля конденсатора, энергия конденсатора в энергию катушки и так далее. Циркулирующий в этом контуре ток постепенно переходит в тепло на амическом сопротивлении все той же катушки. На схеме изображены три элемента, а реально это один моток провода, который выступает в роли и катушки индуктивности, и конденсатора, и резистора. Чтобы проверить это объяснение на опыте, подсоединим к катушке цифровой вольтметр, подадим на нее совсем небольшое напряжение в одну десятую вольта, и запишем график зависимости напряжения от времени в момент размыкания цепи. Мы видим затухающую синусоиду, как и предсказывала наша теория. Колебания с частотой 25 кГц происходят из-за того, что в цепи имеются индуктивность и емкость. Индуктивность катушки мы уже знаем, и отсюда можно рассчитать ее емкость. Она равна 180 пикофарад. А затухают эти колебания из-за того, что катушка имеет амическое сопротивление 150 Ом, и в результате исходная энергия магнитного поля переходит в тепло. А теперь представьте себе катушку, сделанную из сверхпроводника. Ее сопротивление равно нулю. И что же будет происходить с энергией магнитного поля такой катушки, когда мы разомкнем цепь? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok